Компания по ремонту дворов Абакана по программе «Комфортная городская среда» в этом году стартовала раньше обычного и стартовала буквально с места в карьер. Здесь в первую очередь следует отметить работу подрядчика, который взял на себя асфальтирование дворовых территорий, обустройство ливневой канализации и прочей дорожной работы. Из 18 объектов, реконструкция которых запланирована на текущий сезон, до СП-8 успели отработать 12. Почему мы сделали такой большой задел по асфальту? Потому что многие работы по установке малых архитектурных форм, они вот именно сдерживались бы, если бы не было асфальта. Поэтому мы изначально ударными темпами выполнили эти работы с опережением графика. Сейчас просто будем подтягивать уже установку малых архитектурных форм. Напоминаю, что у нас работает несколько подрядчиков. Местная компания «Крылатые качели», а остальные все подрядчики у нас иногородние. В основном Красноярске это фирма «Красмаф», «Юмакс». Ряд объектов, ряд дворов полностью выполнены с малыми архитектурными формами. Это «Дружба народов 3Б» и «Стафата-10». Вот, кстати, самый внушительный с точки зрения объемов объект дворового благоустройства в нынешнем сезоне – «Стафата-4». Жители дома решили не ограничиваться минимальным перечнем работ, предлагаемым программой «Комфортная городская среда», вложили свои средства и теперь радуются строительству спортивной площадки, установке малых архитектурных форм и прочих элементов. Примерно то же самое, но чуть меньших объемах происходит по адресу Чехова, 135. Здесь тоже возводится спортплощадка. Установка «Мафов» идет и на других территориях. Завтра в Абакане начнет работать еще один подрядчик из Красноярска. Сегодня он уже разгружает оборудование, которое в ближайшие несколько недель установят в абаканских дворах. К этому моменту, как планируется, ДСП-8 завершит асфальтирование оставшихся объектов. Вот так, поэтапно, план дворового благоустройства на 2023 год будет выполнен. Причем выполнен качественно и в срок. Тем временем, в управлении коммунального хозяйства и транспорта определяются с объемами года следующего. Сейчас специалисты ведомства вместе с жителями прорабатывают дизайн-проекты. Понятно, что традиционно, там видите, виды работы, минимальный перечень работ, который предусматривает самые минимальные виды работ и дополнительные формы. Как правило, отличительной особенностью является то, что сначала мы хотим много, но когда начинаем подсчитывать смету и когда уже понимаем, а сколько же денег придется платить самим собственникам жилья, тогда начинаются определенные корректировки. Как правило, в меньшую сторону, потому что людям неохота платить вот те деньги, на которые они размахнулись. Поэтому этот процесс достаточно сложный, длительный, но каждый год мы его проходим. Напомним, в следующем году по программе «Комфортная городская среда» будет отремонтировано 11 дворовых территорий в Абакане. Этот перечень может и пополниться в случае, если будет выделено дополнительное финансирование. Анзор Сабанов, Андрей Аралов, Новости.